МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обнинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгий Розуаев. Вот о чем расскажем сегодня. Актуальные темы жизнедеятельности города обсудили на планерке в администрации Обнинска. На заседании Комитета по социальной политике говорили о перспективе развития футбола в Обнинске. Внимание, мошенничество! Советы о том, как обезопасить себя от действий злоумышленников. Ерденевский полигон. В тушении прибегли к помощи авиации. Планерка главы администрации на этой неделе проходила в среду. Обсуждалась организация голосования для прибывших из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, подготовка города к зиме, сбор гуманитарной помощи и другие вопросы. С 23 по 27 сентября состоится референдум по вхождению в состав Российской Федерации ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Для жителей указанных регионов, которые находятся на территории Калужской области, будет организована участковая избирательная комиссия в городе Калуге, местонахождение город Калуга, улица Ленина, 74, Народный дом, а также на территории города Обнинска с 24 по 26 сентября будет тоже организовано голосование. Сейчас на территории Обнинска находится более 700 человек, приехавших с перечисленных территорий. Говорили на планерке и о гуманитарной помощи. Но необходимо, просто необходимо собирать гуманитарную помощь дальше, и она будет направляться как в Донецк, Луганск, Первомайск, так и тем жителям, количество их я уже назвала, кто остался в городе Обнинске. Что необходимо? Ну, первое, это продукты питания, это консервы, тушенка, крупы, макароны, сахар, соль, растительное масло. Вообще все то, что упаковано на самом деле. Что еще необходимо? Постельное белье, и в связи с тем, что холода наступает, необходимы предметы, одежды именно теплой. Центры сбора гумпомощи прежние. Клуб ветеранов и библиотека Стекляшка. Было сделано немало, но, как подчеркивает глава администрации гуманитарная помощь, акция не разовая. Спасибо большое МПЛ Теплоснабжения, которые отправили большую посылку с гуманитарной помощью нашим ребятам, как раз танкистам, кто сейчас сражается, кто нас защищает. Значит, я обращаюсь ко всем руководителям предприятий и организаций города включиться в эту работу. Для муниципальных предприятий и организаций это не обращение, не просьба, это внутренний долг. Я думаю, что все подключатся и, соответственно, это сделают. Для других предприятий я не могу дать прямое указание, но я думаю, что гуманитарная помощь, это делается не по прямому указанию. Это то небольшое, что мы можем сделать сейчас и для людей, и для тех, кто, соответственно, находится здесь, и для тех, кто находится там. На совещании обсудили и подготовку Обнинска к зиме. Планируется закупка реагента, ведется переоборудование машин муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство». Не обошли стороной подачу тепла в жилые дома. На среду четыре многоквартирных дома в городе не отапливаются. Судя по словам начальника управления городского хозяйства Андрея Беликова, в трех случаях серьезных проблем не предвидится. Самый проблемный дом у нас Королева-19. Там ведется капитальный ремонт из десяти подъездов дома. В течение сегодня-завтра будут первые два подъезда запущены. И так в течение десяти дней планируют по двум подъездам запускать, поскольку там ведутся еще работы по капитальному ремонту. Подрядчик не уложился в сроки, отмечает Андрей Беликов. В управлении городского хозяйства надеются, что обозначенных десяти дней для завершения работ хватит. Рассказал Андрей Беликов и про конкурс Минстроя Российской Федерации для малых городов, в котором планирует участвовать и Обнинск. Голосование за территорию на интернет-площадках как раз завершилось на днях. Жителями в качестве объекта для благоустройства был выбран овраг рядом с кинотеатром «Мир». Подача заявок на сам конкурс до 1 ноября. Средний размер гранта – 80 миллионов рублей. Следующим этапом участия в конкурсе с 20 сентября по 26 сентября у нас будет сбор предложений по наполнению победившей территории, функциональное ее наполнение, как она должна выглядеть и какое предполагается ее использование. Соответственно, сбор предложений также ведется в социальных сетях администрации города, на портале госуслуг и на сайте администрации города. Также свои предложения можно подать в администрации города в 103 кабинете с 9 до 4 ежедневно. Я думаю, что надо активно включиться в этот процесс. Мы очень долго говорили о том, что овраг около ИАТ – это та территория, которая ждет своего часа, когда можно ее изменить и вернуть былую красоту и функциональность. Поэтому у нас с вами есть неделя для того, чтобы свои предложения внести. Я думаю, что здесь надо использовать лучшие практики, лучший опыт. Времени немного, но в администрации рассчитывают успеть воспользоваться шансом, ведь очевидно, что на собственные средства благоустройство не выполнить. Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ 21 сентября состоялось заседание Комитета по социальной политике Обнинского городского собрания. Основным вопросом повестки стало создание в нашем городе автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Квант». Подробности далее. Учредителем организации «Футбольный клуб «Квант»» будет администрация города. Соответствующий проект решения был поддержан Комитетом по социальной политике. Как отметил председатель Комитета по физической культуре и спорту Константин Олухов, футбол – один из самых массовых и популярных видов спорта в Обнинске. Благодаря слаженной работе городской федерации футбола и тренерского состава спортивной школы Олимпийского резерва «Квант» удалось выстроить систему воспитания футболистов профессионального уровня. На заседании профильного комитета Обнинского городского собрания отмечалось, что создание автономной некоммерческой организации «ФК «Квант» будет способствовать дальнейшей популяризации футбола и укреплению имиджа города. Главное преимущество такой формы – большие возможности по привлечению дополнительного финансирования, как для социально ориентированной организации. Это будет первый подобный опыт в местном спорте, а деньги для развития футбола необходимы. В Обнинске футбол – самый массовый вид спорта. В спортивной школе Олимпийского резерва «Квант» им занимается около 300 ребят. Кроме того, есть пять частных организаций плюс школа на базе с Шорлотыниной. Активно развивается и ветеранское движение футбола. Это целая сложенная, созданная система, которая позволяет нам привлекать к занятиям спортом, к здоровому образу жизни, этим живым настоящим примером. И во главе этой пирамиды стоит футбольный клуб «Квант», который мы с вами сегодня хорошо знаем, который принимает участие в чемпионате России во втором дивизионе. Это наши доморощенные футболисты, это некупленные игроки откуда-то, те, которые воспитались, выросли в городе Обнинске и его окрестностях. Все, что есть футбольного в подрастающем поколении, оно мечтает играть в «Квант». Это очень приятно. Футбольный клуб «Квант» в 2017 году вошел во второй дивизион и выступил в чемпионате России. Это был старт большого проекта, к которому долго готовились. Константин Олухов отметил, что создание автономной некоммерческой организации – это изменение организационно-правовой формы, а именно продолжение развития системы, что позволит вовлечь в спортивное движение подрастающего поколения. Еще один вопрос, который обсудили депутаты, касался выплаты денежной компенсации за наем под наем жилых помещений в 2022 году. Информацию предоставил начальник управления социальной защиты населения Владимир Жарский. Всего поступило 47 заявлений. Значит, КБ-8-10, МРНЦ-1, педагогических работников 35, то есть из них сады 6, школы 29 и работники физкультурно-спортивных организаций 1. То есть 47 человек. Когда в процессе рассмотрения комиссия рассматривала эти заявления, получилось так, что пришлось трем специалистам выплаты денежной компенсации за наем под наем жилых помещений отказать. Почему? Потому что у нас есть критерии. Один специалист имел регистрацию по месту жительства в ближайших окрестностях города Обниска, то есть это Малореславец, и превышение установленного размера прожиточного минимума на одного члена семьи. Итого у нас в результате осталось 44 специалиста, которые были утверждены комиссией и которые прошли на эти выплаты. За 9 месяцев текущего года было выплачено более 4,5 миллионов рублей. До конца года будут направлены еще более 1,5 миллиона рублей на выплату компенсации за наем под наем жилых помещений. Изначально были заложены средства, рассчитанные на выплаты для 60 человек. Елена Фиильна, Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ. В настоящее время на территории Обнинска проводятся профилактические мероприятия «Внимание! Мошенничество». Несмотря на то, что сотрудниками полиции ежедневно проводится работа по предупреждению подобных преступлений, граждане нередко попадают в неприятные ситуации. Еще раз о том, как уберечь себя и своих близких от действий злоумышленников, в комментариях специалистов. Наиболее распространенными видами мошенничества в последнее время пользуются злоумышленники посредством телефонной связи. С различных регионов гражданам могут поступать звонки с ложной информацией о происшествиях, якобы случившихся с их родственниками, с требованиями уладить проблемы с помощью денежных средств. Доверчивые жители, стараясь оперативно помочь, не проверив информацию, добровольно отправляют сбережения на сомнительные счета, продиктованные преступниками. Второй, один из наиболее часто совершающих способов мошенничества, это под предлогом того, что необходима сомнительная операция, производится под видом службы безопасности, звонок осуществляется потерпевшему и после этого уговаривают на то, что необходимо срочно перевести денежные средства на другие счета, при этом назначая, указывая те номера, которые необходимо будет ввести. После этого, соответственно, злоумышленник, получая всю информацию от потерпевшего, злоудевает денежными средствами. Ну и последний, также наиболее частый способ, как мошенничество, это под видом того, что необходимо получить, или на потерпевшую якобы оформляют кредит, и поэтому срочно для того, чтобы можно было избежать совершения каких-либо мошеннических действий, необходимо заблокировать карту и срочно перевести денежные средства на другие счета, что, в принципе, и в дальнейшем потерпевшие и делают. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, сотрудники полиции рекомендуют не раскрывать свои персональные данные звонящим по сомнительным телефонным номерам, не торопиться совершать какие-либо операции, пока не проверите информацию на достоверность, не сообщать незнакомым людям номера карт, счетов, паролей, иных данных, касающихся финансовых продуктов, не переводить деньги ни на какие счета или телефонные номера. Если вдруг кто-то позвонил на телефон, то, соответственно, необходимо прекратить разговор, после этого позвонить на горячую линию и уточнить, действительно ли сотрудник той или иной организации, банка, звонил и интересовался о том, что какие-то сомнительные операции происходят с его расчетными счетами. Если неприятностей избежать все-таки не удалось, то дежурная часть работает в круглосуточном режиме, и гражданам необходимо как можно скорее обратиться в полицию по факту мошенничества, позвонив по номеру 112. Елена Фильник, Вадим Бычков, Обнинск ТВ На протяжении четырех лет на полигоне твердых бытовых отходов, находящихся вблизи деревни Ерденева Малоярославецкого района, происходят стихийные возгорания. Следует отметить, что полигон давно законсервированный, не эксплуатируется. Тушить очаги возгорания уже не представляется возможным наземными средствами. Поэтому было принято решение прибегнуть к помощи авиации. С 2014 года полигон закрыт и требует рекультивации. Ранее возгорание реликвидировали силами добровольных пожарных подразделений поселений, сотрудников и спецтехники МЧС района. Стоит отметить, что стихийные возгорания на полигоне происходят не в первый раз. Ситуация обостряется, а жители близлежащего сельского поселения бьют тревогу. Очаг возгорания находится в теле полигона, рассказывает Владимир Николькин. Происходит в теле толще полигона ТБО, какие-то химические реакции, видимо, возгорание метана. И мы видим задымление уже снаружи. С того года нам запретили подниматься наверх на хребет полигона, потому что вверху образовались провалены, промоины, прогалы и так далее. В любое время можно туда провалиться. Потом решение было принято, что тушить можно только вертолетами. Или второй вариант – провести рекультивацию данного полигона. Власти Малоярославецкого района решили прибегнуть к первому варианту решения сложившейся непростой ситуации. За помощью обратились к командованию Ермолинского авиационного полка с просьбой оказать содействие в тушении воспламенений. И в минувшую среду процедура по ликвидации возгораний при помощи авиации состоялась. По просьбе главы администрации было обращение на Росгвардию, на Золотова, чтобы нам помогли тушение нашего полигона ТБУ с авиацией. Сегодня прилетел к нам вертолет Ми-8 для ликвидации последствий возгорания полигона ТБУ. Сегодня приступили к работе, где-то неделю они будут отрабатывать. Попробуем, может что-то получится. С двух заходов вертолета мы видим, что очаг один уже потушился. Ускорило значительно процесс тушения и то, что брали воду из ближайшего карьера. Это, к слову, избавляет от необходимости ее подвозить. Но закрытый полигон давно требует рекультивации. Как сообщил глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов на своей странице в социальной сети, правительством области будут выделены средства в рамках областной программы на разработку проекта рекультивации полигона. В настоящее время готовится техническое задание. В ближайшее время, отмечает Вячеслав Викторович, в своих соцсетях проект рекультивации пройдет государственную и экологическую экспертизы, по факту которых будет подана заявка в федеральную программу на проведение работ. Кристина Забожко, Максим Сечко, Обнинск ТВ, Малоярославецкий район. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, ВКонтакте, Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Нокограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы новости, которая выходит по будням в 19 часов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин